Я получил текст из Бхагаваткиты, из главы 4, текст 13. Тема этого текста достаточно широка, может быть мы будем обсуждать даже эту тему на протяжении двух дней. Первая часть — это сегодня. Поэтому не пропустите возможность послушать вторую половину. Я думаю, большинство из вас, вы знаете его церковь уже. Если вы знаете его, то давайте повторим вместе. Продолжение следует... Кому-то требуется перевод английский, точнее... Мы можем сразу по-русски? Перевод текста. В соответствии с тремя гунами материальной природы и связанной с ними деятельностью, я разделил человеческое общество на четыре сословия. Но знай же, что хотя я и являюсь создателем этой системы, сам я вечный и неизменный, не причастен к какой-либо деятельности. Комментарии шли-то упали. Господь творит всего сущего. Я думаю, что вы видите, это целая страница правильная. Это целая страница правильная. То есть, мы просто читаем все это. И мы можем идти вперед, степень по степень по степень. Комментарий, он большой на целую страницу, поэтому мы просто пойдем шаг за шагом по предложению. Теперь мы рассматриваем. Для многих людей термин варнашрама довольно новый термин, неизвестный. Но это слово не так уж сложно понять. Слово варна указывает на разные профессиональные обязанности людей, на разные виды деятельности. Варна означает профессии или занятия. Ашрам – это духовное положение или духовная жизнь, уровень духовной жизни. И Кшатур означает четыре. Кшатур варна, как Кришна объясняет здесь, И как Кришна здесь, говоря Чатур варна, то есть существует четыре вида деятельности. Первым идет в брахманический уровень. Это интеллектуальный класс в обществе. Интеллектуалы, учителя, философы. В обществе существует целый ряд профессий, которые связаны именно с этой разновидностью. Брахманические виды деятельности очень многообразные. Например, астрологи, терапевты. Они все относятся к брахманическому укладу. Затем следует следующая категория – это администраторы. Можете себе представить, сколько видов, сколько профессий относятся к этой категории. Затем класс вайшев – это торговцы, коммерсанты. К этой категории относятся очень много профессий также. Много разных видов бизнеса относятся к этому. Любые виды деятельности, где основным моментом является обретение прибыли. И затем класс трудящихся, рабочих. Которые выполняют разные виды работы, которые не относятся к предыдущим категориям. Как карпанты, и те, кто физически очень активны в определенных работах. Сталируй, например, и подобные им люди. Таким образом, в обществе существует четыре таких большой класса видов деятельности. Подобным же образом существует четыре уровня духовной практики – духовной жизни. То есть то, на каком уровне человек хотел бы практиковать свою духовную жизнь. И это также связано с варной, то есть профессиональной деятельностью человека. Поскольку если у вас есть семья, то у вас не получится заниматься, практиковать духовную жизнь так же, как это делают тияги, всевозможные йоги, отреченные личности. У вас появляются, у вас существуют разные общественные обязанности, которые нужно выполнять. И тогда ваша практика духовной жизни будет отличаться от практики других. От тех, кто свободен, например, от семейных обязанностей. Таким образом существуют брахмачаи. Студенты. Они не имеют никакой семьи или обязанностей. Они не имеют практически никакого социального жизни. Это студенты или учащиеся ученики. У них практически нету семьи и нету никакой, особенно, общественной жизни. И также саньяси и тияги. Они отреклись от семейной жизни естественным образом. С ними не было такого, что они безответственно сбежали из дома. Затем существуют грихастхи. У них есть семья. У них есть свой дом, прекрасные дети. И они практикуют духовную жизнь дома. И ваннапрастхи — это те, кто находятся в таком переходном промежутке между жизнью семейных людей, грихастх, и саньяси, отвлеченных людей. Таким образом, здесь упоминается восемь категорий. Таково значение слова Варнашама. И эта система была создана самим Кришной. Это не было придумано кем-то. Поскольку она естественна. Приводится в пример наше физическое тело. В нем мы также обнаружим эти четыре категории. Брахманическая интеллектуальная часть тела — это голова. Затем кшатрии — это административный класс или воины, военные — это наши руки. Если для тела возникает какая-то опасность, то руки будут первыми, которые будут тело защищать. Конечно, уже в наше время люди стали это делать ногами. Немножко сложнее. Немножко медленнее. Не будем об этом. Затем у нас есть ваиши, торговцы, коммерсанты — это наш живот. Если у нас в животе достаточно пищи, живот накормлен, то эта энергия благодаря этому распространяется по всему телу. Без класса коммерсантов общество не может функционировать. Но если не существует головы, то даже коммерсанты не смогут нормально функционировать. Поэтому, конечно же, голова является самой главной. Воистину, голова общества — это брахманы. И затем наши ноги — это класс рабочих общества. Даже в нашем теле существуют вот эти четыре категории или четыре функции. И общественное тело является ничем иным, как коллективным или обобщенным совокупностью нашего тела. С совокупным продолжением наших тел. И вот те функции, которые у нас есть в теле, если мы это продолжаем распространяем на множество тел, множество людей, если их собрать вместе, то они будут так же само проявляться в теле. И это такая общественная и духовная система является очень научной. Поскольку духовные обязанности в рамках каждой профессии и виды деятельности на духовных разных уровнях, они очень сильно связаны с природой человека. Каждый индивидуальный человек обладает психофизической индивидуальностью. И психофизическое означает варнашрама. Все равно что сказать варнашрама. Если человек занимается тем, что соответствует его психофизическому положению или состоянию, то он, занимаясь этой деятельностью, чувствует удовлетворение. И это очень важно, чтобы каждый индивидуум в обществе чувствовал удовлетворение от той деятельности, которой он занимается. В наше время это достаточно редко. Чтобы люди ощущали удовлетворение и счастье в той профессии, которой они занимаются. Но в природе все так устроено, что для того, чтобы все правильно функционировано, у каждого есть своя собственная природа различная. Вот почему в обществе существует интеллектуальный класс людей, торговый, коммерческий класс людей. И если каждый человек занимает положение в обществе в соответствии с его природой, то тогда такое общество функционирует очень хорошо. И также взаимоотношения или отношения между людьми функционируют очень хорошо. Существуют общественные круги. Например, если брахманы и интеллектуалы общаются между собой, то они очень легко понимают друг друга, насколько у них схожая природа. Иначе может возникнуть какой-то конфликт. Например, у администраторов или людей, которые связаны с такого плана профессиями, у них очень сильная природа, которая выражается в стремлении контролировать. Когда они чрезмерно много общаются с теми, у кого иная природа, там может возникнуть конфликт. Другой человек в какой-то момент может возразить, что ты от меня все время хочешь, ты как будто меня все время хочешь взять под контроль. Что ты имеешь в виду? Нет, я не пытаюсь тебя контролировать. Да нет, ты это делаешь. Уже конфликт. Только потому, что у них разные природы. Или, например, в семье жена может иметь одну природу, а муж может иметь совершенно иную природу. Это может также приводить к конфликтам. Муж может быть более брахманичным по природе. О, все это милость Кришны. А жена может иметь другую природу и говорит, что ты имеешь в виду? Все есть милость Кришны. Нужно быть практичным. Нужно платить по счетам. И он отвечает, что Кришна это устроит, если позволит, оплатит все как-то. И в их отношениях будут трудности. Но если у них схожая природа, то один о чем-то практическом говорит, другой тоже говорит, да, именно, нужно практических вещах говорить, верно. О, Кришна говорит, ну, все, Господом устроено, Кришна устроил. Второй тоже говорит, конечно, Кришна все устроил. Давай поедем какие-то святые места. Тогда отношения очень хорошие. Это подлинная наука. Это наука о психофизическом состоянии и природе каждого человека и этих проявлениях в обществе. На уровне общества. Прабхупат объясняет, что Господь является творцом всего. Все исходит из Него. Все поддерживается Им. И все возвращается в Него после уничтожения материального мира. Следовательно, он также является создателем четырех сословий общества. Первое сословие — это наиболее разумные люди, которые находятся под влиянием гуны благости и называются браманами. Затем Прабхупат объясняет то, что мы уже объяснили, рассмотрели. И затем он объясняет, что Господь Кришна не принадлежит ни к одному из этих классов или сословий. Поскольку он не является одним из множества обусловленных душ. Часть которых составляет человеческое общество. Человеческое общество мало чем отличается от сообщества животных одного вида. Но, чтобы поднять людей над уровнем животных... Что? Я думаю, что мы можем поднять людей над уровнем животных. Но чтобы поднять людей над уровнем животных, Господь создал перечисленные высшие сословия, предназначение которых — дать людям возможность систематически развивать в себе сознание Кришны. И в конце говорится о том, что, подобно тому, как Кришна, он трансцендентен к этим категориям в обществе. И также человек, который практикует сознание Кришны, также трансцендентен к этому. И окончательная цель всей этой системы — помочь человеку развить свое сознание Кришны. А иначе какая разница между обществом людей и обществом животных? Мы едим, и животные едят. Защищаемся, размножаемся — все те же самые виды деятельности. Просто мы это делаем более аккуратным, отполированным образом. Более утонченным. Но по своей сути деятельность такая же. Едите ли вы свою пищу просто руками, голыми руками, или вы едите золотой ложкой? Или с земли? Или с красивой тарелки? Самодеятельность та же. Еда. Просто еда. Еда есть еда. Но каким-то образом человеческое общество думает, что если мы едим таким более утонченным образом, то мы иные. Да, внешне, конечно, мы иные, но по сути внутренне мы не отличаемся. Поэтому дхарма, исследование духовным принципом — это первое, что отличает нас от общества животных. Поскольку такой способности или возможности у животных нет. Да. Собака никогда не сможет, даже если она очень прекрасная, хорошая собака, она никогда не сядет где-нибудь и не начнет медитировать на то, в чем же смысл ее жизни. Или не будет пытаться практиковать целебат, это будет сложно. Мы любим животных, мы их уважаем. Но, тем не менее, такой способности нет. Это как раз в этом и состоит отличие между человеческим существом и нечеловеческим существом. И для того, чтобы содействовать, способствовать развитию человека таким образом, Господь создал вот эту систему общественной и духовной жизни. Они обе содействуют друг другу, помогают. Не существует конфликта между нашей материальной профессией, материальной деятельностью и нашей духовной деятельностью, если это исполнять правильно. К сожалению, многие люди думают, что там есть противоречия, есть конфликты. Они думают, что обоими вещами нельзя заниматься. Я должен сбежать из дома, тогда я смогу в полной мере практиковать духовную жизнь. Но если я должен ходить на работу и заботиться о семье, то духовной жизнью не могу заниматься, ну никак. Нет, можно заниматься обоими вещами. Если мы следуем наставлениям Кришны. Тогда обеими можем заниматься гармоничным образом. Харе Кришна. Какие у Вас возникли мысли по этому поводу? Да, да. Харе Кришна, может быть, Вы можете объяснить мои комментарии. Если мы вместе два Браминского человека, то один должен быть более Браминского, а другой должен быть более Браминского. И в разных ашрамах, в разных варнах тоже. Значит, мы имеем Браман-Кшатрия, Браман-Вайшья, Браман-Шудра, и Кшатрия-Брама, и Кшатрия-Вайшья. Значит, это значит, что эти дивизии есть здесь? Скажи, пожалуйста, по-русски. То есть, если мы поставим двух браманов рядом, то один будет наделен больше драманическими качествами, другой больше кшатрийскими качествами, то есть обозначает ли это, что это общество наделится так же, что есть браманы кшатри, браманы вайши, браманы шудры, есть кшатри, браманы кшатри, вайши, кшатри и шудры. Продолжение следует... Да, я уже начал это объяснять, что такая смесь, что ли, может существовать, например, Брамана, который заботится о какой-то более кшатрийской сфере жизни. Например, министры у царя — это не кшатрийское положение, потому что в том положении вы даёте совет кому-то. Это брахманическая функция — давать совет и учить. Но то, чему они учат и как они действуют, дают советы, это относится к сфере управления. Но те, у кого преобладает более брахманическая природа, они не общаются с кшатриями. Они обучают других брахманов. Таким образом, можно сказать, что это не так. Могут складываться, возникают такие как накладки, что ли, разных, или пересечения разных этих вот видов варн. И хотя, может быть, человек касается какой-то другой сферы, тем не менее его преобладающая природа сохраняется. Ну, это может так быть. И для таких комбинаций существуют термины на санскрите. Может ли природа человека изменяться на протяжении жизни? Брахманов, кшатрия, речев-клотах. В ведическом обществе мальчики отправлялись в Гуру-кулу обычно. И Гуру или Учитель уже с детства мог видеть, какой природой обладает этот человек. И он просто содействовал развитию этой природы. И тогда его природа появлялась и развивалась естественным образом. И сегодня все, все просто, вы знаете, упсадь-давно и перемешано. Это даже сложно понять, что моя природа, потому что все так много перемешано. В настоящее время все поставлено с головы на ноги или с ног на голову и очень перемешано, поэтому все становится очень сложным. Смотрите, даже Арджуна забыл, какова его природа. Когда он оказался в той определенной ситуации, его сознание было покрыто, и он сам забыл, какова его природа и каков его долг, что ему нужно делать. Но после того, как он выслушал наставления Кришны опять, он обрел полную ясность. Поэтому таков наш процесс. Мы просто слушаем Кришну, что он говорит, практикуем сознание Кришны, воспеваем Харе Кришну, и во всем будет ясность. Также в отношении собственной природы. Поскольку мы можем заниматься многими видами деятельности, но вследствие нашей определенной природы, мы всегда будем склонны возвращаться к какой-то определенной деятельности. Поскольку занимаясь этой деятельностью, мы чувствуем себя достаточно надежно, защищенно, мы чувствуем удовлетворение, и мы чувствуем поддержку. Мы чувствуем себя сильными в этом. Когда вы занимаете положение, такое положение, где это соответствует вашей природе, то вы чувствуете себя сильными, компетентными, удовлетворенными. А как вот Варна Шрама относится к женщинам? То есть, скорее всего, с Варной более-менее понятно, а с Ашраму чуть менее понятно. Потому что мы всегда говорим, мне кажется, что это немного сложнее накладывается на женщин. И, например, подожди, давай переведу то, что-то я упущу. My question is, what is the view of Варна Шрама on women? Application. Application. Application of Варна Шрама to women. So it is clear about Varnas, but what about Ashramas? Because it seems that it is difficult to apply to them everything in the same way. Что было? Продолжение такое? А продолжение? Это, например, похожий вопрос, если у нас есть Варна, например, Шудра. У мужчин или у женщин? Ну, уже не важно, например, у мужчин. Как она распространяется на то, как это происходит, имеет ли это такое значение, потом когда мужчина становится вонапрасный и он занят. Варна Шрама, потому что его деятельность связана со знанием Кришны. Тогда он не Шудра. Как он проявляется в Шудрах? Как он проявляется, когда человек приходит на уровень Варна Прасха и Саньяса, то его предыдущие Ашрама уменьшает, не значительно? Потому что, обычно, когда Варна Прасха и Саньяса очень близко связаны с духовной жизнью, то его предыдущие Ашрама, то его предыдущие Ашрама, то его предыдущие Ашрама не принимают Саньяса. У них нет такой природы, склонности. Только брахманы, которые, в основном, прежде всего брахманы, у которых есть склонность к уни-благости, они принимают Саньяса. Маха Прасха, это как кшатрии, как-то враги, это как они вернулись, 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 вернулись все. Они вернулись в Маха Прасха, с оружием, полной армой, они просто ходили в Хималайя, ходили, ходили, до того, чтобы они умерли. У кшатриев это называлось Маха Прасха, когда они, у них это так выражалось, что они были полностью во всех доспехах, со всем оружием, они просто отправлялись в Гималайи, и шли в Гималайи до тех пор, пока просто не падали замерзом. Они никогда не могли позволить себе принять поражение. Валяться где-то в кровати и медленно помирать, для них это просто невозможно. Они просто чувствовали, все, это мои последние дни. До свидания. А как в наши дни с шудрами они принимают саньясу? А как в наши дни с шудрами они принимают саньясу? Потому что в большинстве случаев, процентуально, очень мало людей, которые пакмоничные. Пакмоничные случаев, которые принимают саньясу, тоже маленькие. Да, и все пытаются думать о саньясу. Да, это ошибка. Да, но мы не говорим о другой перспективе, как применять это в нашем сознании Кришны. Не, мы это делаем, все могут практиковать. Вы можете воспевать, изучать книги, работать для Кришны. Каждый может быть занят в служении Кришны. И вот это тогда поданное саньясу. Как Кришна объясняет в Нагиде, тот, кто отрекается от плодов своей деятельности, это настоящий саньяс. Может быть, внешне это не проявляется, но в своем сознании, в своем отношении каждый может отрекаться. Для моих собственных нужд я оставляю немножко, а остального отрекаюсь. Вот это настроение саньяса. Нет необходимости демонстрировать это, нося такую одежду. В наше время люди вообще даже не заботят, какую одежду вы носите. Я это заметил, когда я где-нибудь пересекаю границу. Это вообще никого не волнует, что ты носишь, какую одежду ты носишь. Там не надо сказать, я же саньяси, ну что вы. Давай паспорт. Да я же саньяси. Дети уже выдержать больше не могут. Время для арти. Время для арти. Время для арти. Что это будет из-за первой части этой вопроса? Время для арти. Саньяси. Время для арти. Время для арти. Как она применяет женщине? Потому что для мужчин, это не всегда очевидно, как применять систему Барнашдама, потому что ведущий знаменитый для мужчин, и женщин просто выполнили свои собственные обязательства, и поэтому это не так очевидно, как это применится к женщинам, потому что ее обязательство является собственным. Да, сегодняшняя общественность немного другая, чем ведущая. В вопросе было так сказано, что в прошлые времена больше мужчин, и для них это было адресовано вся система Барнашдама, а женщины более заботились о доме, а сейчас, как сейчас-то применяется? И Нахарач отвечает, что да, сейчас ситуация другая отличается от прошлых времен. Но обычно жены-женщины, они играли роль, исполняли роль того, кто содействует мужу, помогает ему. Они также должны, выходя замуж, стремиться к тому, чтобы этот человек был похожей природой. Это было бы идеалом. И тогда они содействуют мужу в его варне, в его деятельности. Они обычно не отправлялись учиться в Гуру Кулу, они всему учились от мужа. Или у них был семейный гуру. Может быть, было так, что у них был какой-то Браман, который регулярно посещал их семью, и они от него всему учились. В наше время общество совершенно иное. Класс женщин в обществе значительно более заметный, выделяется в обществе. В настоящее время большинство мужей, как раз наоборот, содействует своим женам. Несколько по-другому. И Шила Прабхупада мог видеть вот эти проявления культуры или какие-то проявления на Западе, которые были. Что в обществе настолько все равноправно. Он устроил все таким образом. Что и мужчины могут прийти жить в ашрам, и женщины могут прийти жить в ашрам. Жить, находиться в храме, в ашраме, и изучать все, что необходимо. Но если муж очень квалифицирован, для жен он практически как гуру. Она всему учится у него. И не было необходимости устраивать что-то отдельное. Хорошо, тогда мы на этом закончим и начнем. Паре Кошта. Спасибо большое. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok